Всем привет! С утра пораньше, в общем, начало с того, что вымываю пол на кухне с паром после наших чистых в кавычках собачек. Не знаю, видно вам или нет, вот этот участок не помытый. Короче, они так пачкают пол, это просто ужас. И вот здесь вот я уже прошлась, он уже начал блестеть. Они приходят с грязными лапами, но мы их на ночь не можем не пустить, они спят дома. В коридоре все еще намного хуже. Клитка вся черная, чернющая. Жесть, поночевали собачки. Здесь специально придумана такая кнопка сбоку, чтобы если ребенок возьмет, будет нажимать, ничего не происходило. Надо сначала зажать эту кнопку, а потом включать. Шикарно убирает, быстро, качественно. Мне очень нравится. И главное, это горячий пар, он убивает микробов. Раньше любила лазить руками, мыть полы, теперь только этим пароочистителем. Мы нашли на сайте ширину и высоту нашего шкафа. И Костя сейчас замеряет. Должен быть 204. А по высоте 219? Докуда он будет? Найди где-то так. Ага, то есть на всю стену и почти подпопал. А 60, 60 ширина. Выступать будет, да? Вот так. Ну да, конкретно будет выступать. Но все равно... А если и клин, то даже где-то вот так. Но все равно это лучше, чтобы там стоял, потому что здесь кровать назад можно будет поставить. Ну да, рядом с ним поставим этих... Шиншил? Шиншил. Ну да, точно, они перекроют. У нас здесь сейчас пока что только морские свинки, песчанки и крыски стоят. Всех остальных вчера вынесли. Вот. Рыжий кот закрыт у Кати, маха внизу у нас закрыта. Они пока в коридоре. Скоро будем порядок с тобой наводить во дворе. А что собаки опять в вольере? Выезжали же мы, и я их запер, чтобы привезут шкаф обратно. Кто-то они загоняют, пускай посидят, чуть-чуть подумают. Да ну жалко их, пусть гуляют. Когда там его еще привезут? Привезут, закроем. Да они и так целыми днами гуляют. Ну пускай чуть-чуть отдохнут, полежат. Смотри, им хочется выйти. Вон, Умка с этим, с Беней хочет гулять. Солнышко, что им там сидеть? Шкаф могут еще через час привезти. Уже скоро. Их жалко. Бедненькие собаки. И надо семена заказывать. Выпусти их, пожалуйста. О, смотри, Беня сковалась. Ничего себе. На качель вылез. Беня вообще дворовый украл. Он нас увидел даже, ты видишь? Смотри, сейчас еще выше вылезет. Прикол. А там Надя сейчас выезжает, да. Пока пусть сидят. Когда выйдет, надо выпустить. Надю машину наконец-то починили. Не, не лезет выше Беня. Я жду-жду. Ну смотри, ухо более чистое, чем это. Это вообще вот. Она заводила копаться. Ты забыл, как ее зовут? Луна, да. Кстати, сегодня день рождения Макара. И мы сейчас, когда привезут шкаф, мы потом поедем покупать ему подарки. Мне Таня по секрету сказала, что он будет очень рад самокату. Так что мы подарим ему самокат, ну и что-нибудь еще. Потому что самокат это сильно дешевый подарок. Он видит нас в окно. Может он выше и залезет не может. А где ты его видишь? Я его не вижу. Он опять по бревну ходил, как гимнаст. Вот это ожидание хуже всего. Мы уже просто тупо ждем, когда привезут шкаф. Привет. Да давай я позвоню. Привет. Как вы вроде нацените телефон водителя. Смотрите прикол. Сейчас заглядываю к Кате в комнату. Они здесь вместе. Лежат. И Маха с батонами. Я думала, Маха внизу. Да? А вы тут вместе? Проша, ты их развлекаешь? Да? Проша приходится тоже сидеть в клетке, пока шкаф привезут. Как-то так. Ну зато коты общаются. Не-не-не, Батоша. Не-не. Общайся смахать дальше. Я вымыла лестницу с утра. Все полы намыла. Ну еще все равно у меня куча уборки. Меня ждет. Катюшка опять куховарит. Я пришла, она тут суп планирует. Смотрю, тут все уже наготовила для супа. А Костя созвонился с водителем. Сказали, шкаф через 10 минут привезут. Как мамин пирог? Ну, варенье сильно сладкое. А что за варенье? По виду какое-то сливовое? Сливовое. А, я прям по виду определила. Ну давай допивай, пойдем тогда это встречать. Ну да. Тоже не найдут куда ехать. 10 минут еще есть. Ты сегодня уже ездил в золом магазе? Да. Ого, накупил тут корм. Целый пакет кормов. Ну тут два для стерилизованных, два для нормальных. Понятно. Нормальных. Слышишь, два для стерилизованных, два для нормальных. Ну да. А зачем ты купил для стерилизованных? Ну так и нот у нас, и еще один есть рыжий. Ну для батона у меня там еще стоит два таких. А, да, это два. Значит, за и нот. С запасом. Можно Насте отдать? У нее же кошки стерилизованные живут. О, привет. Привет. А это что? Да, Катя, да, эти заказала. А, эти, сникерсы? Да. Без сахара? Да. Это Катя с Настей очень полюбили эти конфеты, которые бабушки на день рождения заказывали. Называются сникерсы. Ой, Катя, тут походу не только сникерсы. Это что, подарочек какой-то? Нет. Смотри. Да. В подарочной упаковке. Наверное, в подарок что-то выяснили. Я заказывала. Что это такое? Рахат лукум какой-то? Вот это баунти конфетки. А ты такие вообще не заказывала? Да. Попробую. А, ну дай посмотрим, какие они внутри. Надо разломать. Вкусно. Разрезок надо. Баунти выглядит внутри вот так. Сейчас попробуем на вкус. Попробуешь? Класс. Она прям как баунти. Да, классный. Классный. Теперь еще это будете заказывать всегда? Нет, я баунти не люблю. Все, нам уже привезли шкаф. Сейчас заносят наверх. Мы его заказывали с услугой сбора. То есть его будут собирать. Сказали мне, что часа полтора это займет. Как раз где-то часа через полтора мы с сестрой договорились, что мы их с Макаром заберем и поедем за подарком. Так что все должны успеть. Алиса с Дашей тут уже опять поделками занимаются. Мне надели шкафту. Ты же в ковке. А, ты ее сняла? Лисюшка попросила меня переодеть ей в футболку. Ей жарко было. Вот, и сейчас она на карусельку сажает зверят. Может, лучше зверят мазать клеем, а не карусельку? Саму лисичку намазать? Вот так, да. А у тебя там клей засох, зайка. Да, конечно, игры с клеем это всегда перемазюкаться. Но ничего, все равно это полезно. Все, а теперь лисичку можно приклеивать. Ручки потом помоешь. Держи. Приклеивай. Где она у тебя будет кататься? На какой? Здесь. На оранжевой. Вот так можно ее повыше в чашечку посадить. Смотри, а остатки клея надо вытирать тряпочкой. Сейчас тебе принесу тряпочку. Держи зайчика. Где будет зайчик сидеть? Оно здесь. Здесь будет. А волк? Смотри, прижимай же его, чтобы все приклеилось. И ушки. А потом сверху тряпочка. И волка чуть-чуть сдвинуть надо. Ох, он уже крепко приклеился. Уже не сдвинем. Ну ладно, тогда можно дорисовать его. Смотри, Даша, а я колокольчик. Колокольчик. Сейчас увидишь. Сейчас увидишь. Короче, нам почти уже пора ехать. Шкаф еще никак не соберут. Стучат, там стучат. Я пока порядки здесь навожу. Даша, смотри, я колокольчик. Добрала только что. У нас такая есть штука, по которой можно рисовать водой. Нарисовываем мы солнышко на небе. А это что такое? Солнышко на небе. А, ты решила его увеличить? Большое сделать? Солнышко я делаю. Хорошо, большое солнце. Вокруг него планеты крутятся, да? Да, она живет сюда. Я нарисовала большой солнце. На нем крутятся планеты. Я нарисовала. На нем крутятся вот такие планеты. Вокруг него, Доча, вокруг. Вокруг, вокруг него. Не на нем, а вокруг него. Да, нарисуй Землю, Марс, Юпитер. Все нарисуй планеты. А у Алисы тут в столике есть очень много разных трафаретов. Алиса, давай трафаретку. Я нарисовала Юпитер. Рыбку хочешь нарисовать? Да. Давай. Вот это милое занятие. Придерживай его хорошо, чтобы он не мантелялся. Милое занятие, да? У меня оно есть. Да что, уже доела? Хорошо. Алиса, расскажи, какие ты планеты знаешь. Вот это планеты Юпитер, Марс, Юпитер, Затумы. А еще такие? А еще Уму. Алиса, а еще? Я ничего уже не знаю. А наша планета, на какой мы живем? Как называется? Мы на Земле. Конечно, ты ее забыла назвать. Венеру забыла. Да? А вот Мимера. Так это же Сатурн. Мимера. Вот Сатурн. Вот. А это Мимера. Все, получилась рыбка? Да. Вау. Смотри, какая рыбка. Пробуем рисовать полосочки. Не пролазит? Прямые линии, да? Не пролазит? Не, а что, пролез? Ага. Нормально. Давай еще одну, вторую. А на ней помещаются? Помещаются, видишь, просто по другим углам. О, получилось. Смотри, как классно. Параллельные прямые. Ну, покажи вот этого. Цыпленочка его не показывала. Такой прикольный. Крутилочка. Ветрячок. Классный. Пойдем на улицу крутить? А, не, мы сейчас с папой уже. Ветрячок, это, наверное, по-укрински? Да, наверное. На нем удастся, и трясомцы крутятся планеты. Не. Будешь ты вот это. Хорошо. У них тут свой космос. Это на нем и солнце крутятся вот такие планеты. Это Мекури и Мемера. А это Марс, а это Мекури и Мемера. Да, Марс, на нем на солнце крутятся планеты. А у девчонок опять покер на костях. Мы вчера с Настей три раза перед сном играли. Все три раза она у меня выиграла. Ну, два. Лучше два. Два? Ну, значит, два. Ну, до этого, значит, и третий выиграл, когда мы с Катей вместе играли, да? Мы не играли с тобой вчера. Втроем мы играли. Ну, да, да. Кать, ты что, втроем играли вчера? Ты опять чай гоняешь? Не, вот понимаешь, ты снимаешь с промежутком в пять часов. Такое впечатление она видела будет, что я каждые пять минут все вручаю. А что суп? Уже суп почти готов. Так, Катин супчик почти готов. Выглядит аппетитно, я уже хочу покушать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай, а теперь три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Алис, на голову не становятся. Я же тебе говорила, голову поджимай. Неправильно кувыркаешься? Я так и не могу. Давай я тебе помогу. Нет. Ой. Здесь какая-то вава. Здесь какая-то вава. Ударилась? Ага. Ничего, пройдет. Пройдет твоя вава. Не надо. Головку поджимай. На спинку сразу. Нет. Боже, Алиса. Не становится на голову. Видишь, Даша не становится на голову. Даша, а что ты не на матрасике кувыркаешься? Да я там тоже. Тут кувыркать нельзя на твердом кувыркаться? Ну так по очереди кувыркайтесь. Ты что? Ну что, нам собрали шкаф. Вот так вот он поместился. В принципе, вполне нормально. Но нас ждало одно разочарование. Ну да, мы неправильно ходили в магазине. В магазине в витринном образце тут были еще две полки. Мы думали, они в комплекте со шкафом. А он вообще без полок. Да, оказывается, их надо докупать отдельно. Не, ну это как-то странно. Шкаф продается без полок. Ну да, я вообще думал, на витрине должен стоять такой, как он продается. Ну да, я же так думала. Если полки там были, то должны быть. И, короче, нам привезли только две полки, которые мы заказали отдельно, чтобы докрутить. А получается, сюда надо вообще очень много полок. Значит, еще четыре надо. Подожди, а где же дырки под полки? А, есть. Вот, вот, то есть, значит, две будут. Одну и там три можно. То есть, четыре штуки еще докупать? Четыре штуки. А полки у них очень много стоит отдельно, дорого. Да, я же говорю, давай мы замерим и посмотрим в эпицентре. Вот такую же светлую полочку. Там вполне возможно они будут. И дешевле, да? Я не видел там стеллажи и лежат полки такие. Так а ты полки сам докрутишь? Так а что их докручивать? Их докручивать не надо. Сюда шпонки такие вставляются. Раз, раз. Не, ну они же их не приделали. Да мы их сами приделаем. Ну, я же говорю, ты сам приделаешь. А сейчас ты можешь приделать или это долго? А не привезти эти шпонки, давай. Он поехал за ними, говорит, забыли. Капец. Ну, поехали тогда, потому что заберут уже девчонки тогда у них эти шпонки. Потому что не успеем ничего Макару купить. Ну, ничего, нормально. Мы договорились с сестрой, что мы будем покупать Макару то, что ему хочется. Я не помню, говорила. Я уже это сегодня или не говорила. Вот. Поэтому мы вместе с ней будем выбирать. И я уже боюсь, чтобы мы сегодня воскресенье, чтобы мы не опоздали. И да, мы у вас у всех просим прощения, если кого-то чем-то обидели. Сегодня прощенное воскресенье. Куда это собаки потопали, глянь? За дом. Они за дом забегают и с соседскими собаками там перелаиваются. У них там разборки свои. Через забор лают друг на друга. Ну, я там калитку закрыл. Я знаю. Ладно, мы поехали. Всем пока. В следующем видео покажем вам, как поздравляли Макарчика.